Добрый день! Предлагаю вашему вниманию мастер-класс по квилингу подсолнухи. Для изготовления цветов понадобится бумага специальная для квилинга, которая нарезана тонкими полосками. Я буду использовать полоски шириной 3 мм. Они бывают в наборах склейках разных цветов радуги, а бывают отдельно по цветам. Я буду использовать зеленый, но его будет немного для ножек. А для лепестков я буду использовать темно-желтый и светло-желтый. Накручивать роллы можно с помощью зубочистки, а можно с помощью такого приборчика. У него раздвоенный наконечник. Туда вот так вот мы вправляем полоску и начинаем накручивать. Не надо перетягивать, она и так хорошо будет удерживаться. И получается вот такой вот свободный ролл. Это основа для квилинга. Затем его необходимо склеить и уже сплющить в определенную форму. Для того, чтобы все лепестки были одинакового размера, я использую трафарет. Вот таким вот медицинским пинцетом очень удобно пользоваться в процессе работы. Клей ПВА у меня вот с таким вот носиком-дозатором очень удобно им пользоваться, потому что нужна маленькая капелька клея и зафиксировать на какое-то время. У меня достаточно плотная бумага, поэтому нужно слегка так придержать ее, чтобы она схватилась. Полоски эти для квилинга бывают разной плотности. У меня это полоски плотностью 120 грамм. Это значительно плотнее, чем обычная офисная бумага, поэтому клей должен быть хорошим, так, чтобы бумага склеивалась. Но это происходит не моментально. Я делаю вот так вот сначала, расправляю спиральки, а затем делаю вот такой вот защип. Это получается форма, которая называется капля. Серединки подсолнухов я сделала из гофрокартона. На самом деле можно использовать черную бумагу для квилинга, делать тугую такую вот таблетку, ролл. Но ее понадобится несколько лент для одной серединки. Вот такие вот бывают наборы радужные гофрокартона, а бывают также продаются они по разным цветам. Ширина полоски гофрокартона 11 см, поэтому я разрезала ее вдоль. Получилось 5 мм. Вот так вот пинцетом удобно очень подхватывать. Необходимо определиться, сколько будет цветков в композиции, сколько лепестков потребуется. Основа для открытки. Это может быть цветная какая-то бумага, матовый картон цветной. Но я решила сама нарисовать фон, поэтому я использую вот такую вот бумагу для акварели. Плотность у нее высокая, 200 грамм на метр квадратный. И сама нарисую сейчас, поскольку это бумага для акварели, поэтому ее можно самой раскрасить. Значит, я ее просто увлажняю влажной кисточкой. Вот так вот прохожусь. И затем буду покрывать голубую акварелью верхнюю часть, это будет небо, и нижнюю часть желто-зеленой краской. Для того, чтобы получились облачка, кисточку нужно отжать и сухой кисточкой промокнуть в тех местах, где вы планируете, чтобы у вас на рисунке были облака. Кисточка впитывает в себя пигмент, и остаются вот такие вот белые пятна в форме облаков. Затем необходимо просушить эту основу и выпрямить ее, потому что после воздействия сырой вот этой краски, она немножко пойдет такой вот волной, и нужно ее высушить и выпрямить. Как собирается цветок? Он не приклеивается к основе каждой лепесточка отдельно, а собирается весь цветок сразу, и потом уже готовый цветок переносится на основу для нашей работы. Значит, у меня из гофрокартона серединка, а остальные лепестки я приклеиваю к ней, вы видите, вот таким образом, достаточно небольшой капельки. Клей у меня достаточно хороший. И вот так вот на горизонтальной поверхности я присоединяю к серединке лепестки. Нижний ряд лепестков у меня темно-желтого цвета, а верхний ряд у меня будет светло-желтого цвета. Если лепестков достаточное количество, и они по ширине таким образом становятся вокруг, на серединке, что они соприкасаются, можно еще промазать и боковую часть. Но это не всегда бывает так. Сложно рассчитать количество лепестков. Иногда они не соприкасаются, но достаточно будет того, что они приклеены к основанию, к серединке. Вот у этого конкретно цветка у меня 9 лепестков нижних и 9 верхних. Они будут перекрывать соединения. Я буду их приклеивать так, чтобы они перекрывали. Не один на другой, а в промежуток буду их клеивать. И вклеиваю я их не горизонтально, а немножко под углом. То есть верхний ряд лепестков будет направлен немножко вверх. Поэтому вот так вот я прижимаю и слегка удерживаю какое-то время, чтобы дать клею схватиться. Клей ПВА бывает разный по своим качествам. Обычный канцелярский клей слишком жидкий. Он не подходит для работы с плотной бумагой. То есть он очень долго схватывается, роллы раскручиваются. И в общем это неприятно всегда в работе. Поэтому это должен быть хороший клей, густой. Может быть какой-то специальный клей для квиллинга. Или это может быть тот клей, который продается в магазинах для ремонта. Ну вот например это может быть столярный клей. Единственное, что он должен быть белоснежный. Потому что если клей желтый, желтоватый, то после высыхания его будет видно. Вот этот вот клей белый после высыхания становится прозрачным. И если где-то там какие-то есть подтеки, его не видно. Желтый клей, ну у меня просто есть такой опыт, поэтому я заранее предупреждаю. Желтый клей, желтоватый, после высыхания он будет выглядеть неопрятными такими желтыми затеками. Поэтому клеить им конечно можно, но тогда в этом случае надо делать это очень аккуратно, чтобы он нигде не выходил за границы, где его будет видно. Вот так вот собирается каждый цветок. И здесь не важно какое количество у вас будет цветков в работе, вам не обязательно делать 3, как у меня. Их может быть гораздо больше. Если не хватает этих ролл для лепестков, можно подкрутить. У меня получился один цветок с 9 лепестками, другой с 10 и третий с 11. Все зависит от того, какой ширины будет серединка вот эта вот черная. Каждый цветочек я собираю от начала и до конца и даю ему высохнуть. После того, как он высыхает, уже целый цветок готовый я приклеиваю к основанию своей работы. Я решила вот таким образом сделать, вклеить этот лист для акварели на лист для черчения. Он достаточно плотный, чтобы получилась такая вот белая рамочка еще вокруг. Теперь я распределяю цветы, смотрю как лучше их разместить. И после этого приступлю к изготовлению листьев. Для листьев я буду использовать цветную зеленую двустороннюю бумагу. Я делаю вот такую вот ленту шириной, где-то 3-4 см она может быть. Складываю ее и вырезаю листики. Можно нарисовать, если вам сложно. И обвести, и вырезать сразу несколько цветных листочков одинаковых. После этого я буду использовать пинцет для того, чтобы сделать заломы, которые показывают прожилки на листьях. Листик складывается пополам и затем вот так вот под углом зажимаем пинцет и слегка проворачиваем, чтобы получилась складочка. Листик готов. Так поступаем со всеми листьями. Вот специально помедленнее еще раз покажу, чтобы было понятно. Под небольшим углом вот так вот зажимаю, проворачиваю, зажимаю, чуть-чуть проворачиваю. И таким образом получается вот такая вот складочка, которая показывает прожилки на листе. Дальше следует примерка и сборка. Я раскладываю, смотрю, как это все будет в моей работе выглядеть. Размещаю листики, ножки. Вот так вот я отмечаю, где они будут. И после этого уже начинаю склеивать. Я использую клей ПВА, тот же самый, который я использовала для склеивания лепестков. Размер работы зависит от вашего желания. Размер и количество лепестков тоже может быть совершенно другой, не такой, как у меня. Все на ваше усмотрение. Главное, чтобы вы поняли принцип работы. Мне показалось, что работа пустовата, поэтому я решила добавить листья. Вот что у меня получилось. Эту работу можно заключить в деревянную рамку, удалить стеклу и разместить там вот этот вот картон. Если этот мастер-класс был вам интересен и полезен, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Будет много интересных мастер-классов в разных техниках и разной сложности. Желаю удачи!